Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео! Только что произошла встреча самых могущественных центральных банкиров в мире. Банк Японии, Банк Англии, ФРС США, Европейские банки и остальные. Они встретились на форуме, который Европейский Центральный Банк провел в городе Синтра, Португалия. Они обсудили все, что происходит с глобальной экономикой, глобальными рынками, инфляцией и что будет дальше с процентными ставками. И угадай что? Эти банки говорят нам о том, что впереди нас ожидает боль. И то, как они это говорят, как будто бы намекает на их желание обвалить фондовый рынок. Некоторые люди не понимают эффекта богатства и его влияния на решение центробанков. Люди ощущают этот эффект, когда цены на их недвижимость растут, когда их акции растут, когда их инвестиции растут. Они фиксируют эти прибыли и идут тратить деньги, то есть вкладывать их в экономику. И это тот момент, когда инфляция снова разгоняется. Это создает риск, что центробанки могут ужесточить свою политику, чтобы не допустить второго пика инфляции. И я думаю, что центральные банкиры по всему миру очень боятся этого второго пика. Именно поэтому они собрались на этот саммит в Португалии. Я посмотрел всю эту конференцию, поэтому сейчас я расскажу тебе самую важную информацию. Самые важные мысли, которые тебе стоит знать. Но прежде чем мы перейдем к ним, как всегда, не забудь оплатить проезд. Стоимость проезда 1 лайк. Оплатил? Значит можно начинать. Посмотри на это. Центральные банкиры видят больше ужесточения впереди, поскольку экономика, по их мнению, выдерживает повышение ставки. Это большой ключевой момент форума. Центробанки шокированы тем, насколько устойчивой оказалась экономика к их действиям. Я думаю, это ошибка с их стороны, потому что между их действиями и последствиями от этих действий есть большая задержка. Это от 6 до 12 месяцев с тех пор, как процентные ставки достигнут своего пика. Не с тех пор, когда центральные банки начали поднимать ставку, а с тех пор, когда они достигнут пика. Мы еще не видели последствий ужесточения политики центральных банков. Также на скорость наступления последствий влияет и то, что в США, например, есть 30-летние ипотечные кредиты с фиксированной ставкой. На форуме эти центробанки Австралии, Англии и Евросоюза заявили, что ипотечные кредиты с фиксированной ставкой стали гораздо более популярным явлением, чего не было в прошлом. И поэтому, когда они повышают свои ставки, это сказывается на экономике не так быстро, как раньше. «Послушай это, хотя наша политика является ужесточенной, первое, она может быть недостаточно ужесточенной, и второе, она не была ужесточенной достаточно долго», сказал Джером Пауэлл на форуме центральных банкиров в Португалии. Это именно то, в чем, возможно, ошибаются участники рынка, которые думают, что Федеральная резервная система достигнет пика процентных ставок в конце этого года, затем сделает паузу на один месяц и после этого немедленно начнет снижать процентные ставки. Джером Пауэлл сказал на этом заседании, что они не ждут понижения инфляции до 2% до 2025 года. И вот это отличная диаграмма всех центральных банков, всех значимых центральных банков. Мы видим, что процентные ставки Европейского центрального банка находятся на уровне 4%, ФРС США – 5,25%, Банк Канады на уровне 4,75%, Банк Англии на уровне 5% и, наконец, Банк Австралии – 4,1%. Последний отчет по инфляции для Австралии показывает снижение до 5,6%, что гораздо ниже ожидаемых 6,1%. Но Центральный банк Австралии также выдает следующие цифры. На общую инфляцию повлияло падение цен на бензин на 8%, но арендная оплата все еще растет на 8,5%, стоимость продуктов питания все еще растет более чем на 8%, И, наконец, самое главное, с 1 июля 2023 года цены на электроэнергию в стране вырастут на 21%. Но, наверное, жилье, еда и электроэнергия – это не самое главное. Можно хоть бездомным стать, главное, чтобы был телефон, чтобы смотреть новости. Инфляция упала до 5,6%. И большинство чиновников РС США ожидают как минимум 2 повышения ставок в этом году после того, как они взяли паузу в росте ставок на прошлом заседании. Даже несмотря на то, что базовая инфляция в США упала до 5,3%, они все еще говорят, что собираются поднять процентную ставку до 5,75%. При этом в Австралии Центральный банк решил приостановить рост ставки, хотя инфляция выше американской – 5,6%. Однако и Австралии придется повысить ее как минимум 2 или 3 раза, иначе канадскому доллару будет плохо. Лагард, в свою очередь, предположила, что повышение ставки Евроцентробанка в следующем месяце является практически неизбежным. Бейли, тем временем, поклялся сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2% после того, как Банк Англии удивил инвесторов, повысив ставки на 0,5% в этом месяце. Если меня кто-то смотрит из Великобритании, я действительно переживаю из-за того, что там происходит. Инфляцию по-прежнему не удается обуздать, и я думаю, что ставка Банка Англии должна быть повышена до, по крайней мере, 6 или 7%. И опять же, в Великобритании скоро истекает срок многих ипотечных кредитов, как с регулируемой, так и с фиксированной ставкой. Поэтому мы можем в скором времени увидеть большую коррекцию на рынке недвижимости там. Центральные банки озадачены. Даже могущественным центральным банкирам трудно предсказать рынки и предсказать экономику. Таким образом, несмотря на опасения, что политика ужесточения вызовет глобальную рецессию, мировая экономика пока что держится, по словам центральных банков. Но базовая инфляция тоже сохраняется. Они ошиблись с прогнозом, потому что не приняли во внимание эмиграцию. Вот почему мы не находимся в официальной рецессии, как ожидали ФРС США и другие центральные банки. Огромная эмиграция. Мы видим, как мигранты хлынули в США. Они наводняют Европу, Великобританию, Австралию. И несмотря на то, что ВВП вырос на 1%, центробанки подчеркивают, что если рост экономики происходит на 1%, а инфляция составляет 5-6%, то в реальном выражении экономика сокращается. И только рост цен на товары ее подымает. Повсеместно центральные банки говорили, что они настроены решительно. Они будут поднимать ставки, они будут ужесточать политику, и они будут биться с инфляцией. Но я думаю, что они немного озадачены тем, что до сих пор их политика не оказала значительного влияния на экономику. Выступая на телевидении Блумер, Краджан добавил, что если посмотреть на базовую инфляцию, то она снизилась за год. Но похоже стабилизировалась, и это вызывает беспокойство у центральных банков. Снизить инфляцию с 8 до 5% это самая простая часть пути. Но самая сложная часть это снизить базовую инфляцию с 4 до 2%. И это может произойти не в следующем году, как сказал Джером Паул. А до 2025 года Паул и его коллеги получат обновление ПСИИ инфляции завтра. Это индекс цен потребительских расходов, и это очень важная метрика, важный показатель. Я обязательно опубликую его завтра у себя в Телеграме, ссылка на него в описании. Давай разберемся, чего ожидают от него рынки. Если завтра фактическая ПСИИ инфляция окажется выше прогноза, мы увидим краткосрочную распродажу. Если ПСИИ инфляция окажется ниже прогноза, рынки краткосрочно вырастут. По прогнозам экономистов, хедлайн инфляция замедлится до 3,8%, упав с 4,4% в апреле, в значительной степени благодаря снижению цен на бензин. Но базовая инфляция за вычетом расходов на продукты питания и энергию, которую политики считают более показательной, должна остаться без изменений и составить 4,7%. Таким образом, если базовая инфляция не изменится, это покажет, что инфляция устойчива, и ставки будут повышаться дальше. Теперь перейдем к прогнозам ФРС США. Паул сказал, достижение цели в 2% инфляции произойдет не раньше 2025-го. Он высказал опасения, что чем дольше инфляция остается высокой, тем больше риски, что она еще больше укоренится в экономике. То есть высокая инфляция может стать нормой. По мнению центральных банков, это очень большой риск. Если потребители ожидают роста цен, то предприятия будут продолжать поднимать цены. Они будут говорить, ну знаете, у нас инфляция, мы ничего не можем сделать. Людей просто заставят привыкнуть к тому, что цены растут от 5 до 10% каждые несколько месяцев. Тогда рабочие будут требовать более высоких зарплат, что может создать спираль зарплат и цен. Поэтому Джером Паул предупредил, что время не является нашим другом здесь. Паул признал, что рецессия возможна в результате действий ФРС с большой задержкой после ужесточения политики. Другие центральные банки были осторожнее в своих высказываниях, хотя Банк Англии в настоящее время не прогнозирует рецессию в Великобритании. Но я не думаю, что жители этой страны с этим согласны. В конце концов, руководители центральных банков ясно дали понять, что целью номер один является усмирение инфляции. Даже если это означает, что в результате экономикам придется пережить тяжелые времена, а рынку придется пережить крах. Так что пусть этот форум центральных банков станет нам отрезвляющим душем. То ралли, которое сейчас бушует на рынках из-за искусственного интеллекта и подач заявок на спотовые биткоины ETF, может обернуться суровой реальностью. Мы должны быть к этому готовы. Ведь по словам ФРС США, экономика держится даже лучше, чем они ожидали. Но всю боль от политики центральных банков она еще не успела почувствовать. Напомню, все последствия экономика ощутит только спустя 6-12 месяцев после достижения пика процентными ставками. Определенно, к этому нужно готовиться уже сейчас. Если у тебя сейчас есть долг с процентной ставкой выше 7%, даже не думай про инвестиции в рынок. Избавься от своего долга. После этого создавай запас наличности на всякий случай. Во-первых, мы можем увидеть больше увольнений в ближайшие месяцы. А во-вторых, нам пригодится запас кэша, чтобы откупать большие просадки рынка. Ястребиная позиция ФРС США, то есть ее желание продолжать политику ужесточения, привело к росту доллара США. Это обычно приводит к падению золота, серебра и биткоина. Так что следи за долларом США. На этом все. Всем моим преданным зрителям и подписчикам, которые смотрят мои видео, несмотря ни на что, а это около 25 тысяч человек. Большое вам спасибо. Вы просто великолепны и вы даже не представляете, насколько вы мне дороги. Я очень вам благодарен. Ведь благодаря вам я могу продолжать делать эти видео. А я ведь это так люблю. Большое спасибо за 50 миллионов просмотров на нашем канале. Увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok